Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем создавать дизайн платка. У нас совместная коллаборация вместе с Russian Silk, русский шелк. Они занимаются печатью платков на натуральном шелке. И мы с ними договорились сделать такой интересный марафон, в котором вы сможете узнать, как создается дизайн, как это производится технологически и, соответственно, увидеть полностью все аспекты от идеи, поиска этой идеи, дизайна, технологического процесса печати и готового изделия. Печатают ребята при помощи цифровой печати на натуральных тканях. Очень высокое у них качество. Потом платки можно активно носить и также можно в химчистке чистить. Основной размер у нас это 90 на 90, можно 90 на 130, максимальная длина это 180. Мы будем делать классический платок коре 90 на 90. И первое, с чего я начала, это поиск идеи. Поскольку в данном случае было просто открытое предложение, а давайте сделаем платок, то у меня не было никакой привязки к чему бы то ни было, то есть к стилю, к пожеланиям. Единственный фараметр, который мне дали, это размер платка 90 на 90 и технологические требования, которые я вам сейчас тоже покажу, которые мы будем учитывать в разработке. Для того, чтобы понять, что я хочу, я полезла в Pinterest сделать подборку. На самом деле началось все со стиля арт-деко. Я начала собирать узоры и принты, которые мне как-то импонируют и нравятся. Вот они все здесь у меня собраны. И потом эта история начала развиваться-развиваться. Здесь пошли и исламские узоры. Потом какая-то абстракция пошла. После этого я решила внимательно посмотреть на платки, как они будут носиться. И поняла, что этот платок я разрабатываю для себя. И носить я его буду со своим пальто. А пальто у меня цвета Camel верблюжьего цвета. Вот, соответственно, мне нужна гамма, которая будет хорошо гармонировать. И это будет что-то темно-зелено-синее с бордовым. Вот. Я посмотрела на всю эту красоту. И также, посмотрев на то, как платки сворачиваются и выглядят, я поняла, что я не хочу очень активный узор на платке, когда он полностью забит. Меня больше привлекает более сдержанная такая геометрия. Как видите, это просто ориентир. Это не значит, что я буду брать какой-то платок и его копировать. Вот, в принципе, золотые элементы мне достаточно понравились. Поэтому я для себя выделила элемент цепочка. Возможно, я его включу в платок. Возможно, нет. Сейчас будем смотреть, будем делать. У меня нет заранее заготовленного дизайна. Соответственно, именно вот в этом видео я буду создавать. Конечно, какие-то элементы я буду показывать в более ускоренном виде. Буду рассказывать, что я делаю. И потом его примерять. Скорее всего, у меня получится несколько дизайнов, из которых потом нужно будет выбрать какой-то один. И отправить его на печать. Перед тем, как вот это я все посмотрела, перед тем, как создавать платок, я для себя сделала парочку зарисовок. Во-первых, я приблизительно прикинула ту цветовую гамму, которую я хочу. Как вы понимаете, это просто такими плашками выложенная цветовая гамма, как бы я хотела. И порисовала от руки. Поняла, что, в принципе, вот такое распределение, как это похоже вот здесь вот на платке, да, по краешку. Меня, в принципе, устраивает вот здесь по краешку, вот здесь по краешку. И такой более спокойный вид, когда он не такой пестрый. Я на голове его носить не буду, я буду его носить на шее. Вот. Ну, то есть я толкаюсь от себя. Если бы у меня был заказчик, то я бы попросила у него какие-то ориентиры, что бы он хотел и под его стиль бы подбирал. Поскольку заказчик я, у меня вот этот момент формирования идей, это то, что вы должны по ТЗ получить от заказчика, да, как это все будет происходить, как это все будет делать, либо для себя сформировать, а что я хочу. Я оттолкнулась от своего гардероба, от того, как я хочу этот платок использовать, как я его буду применять. Потому что вот зелено-бордовая гамма, я ее очень люблю, ношу, и она мне, собственно, нравится. Здесь особо ее нет, но я здесь искала помимо гаммы еще и композицию, элементы, которые включены. Вот видите, включены цепочки. Вот. Поэтому я отрисовала, поняла, что будет прикольно, если я вот здесь пропущу листочки. То есть, вот смотрите, приблизительный макет дизайна, да, вот приблизительный макет. То есть, это цветовое распределение, это приблизительный макет. И еще я оставила для себя вот такую цепочку, на всякий случай, возможно, я ее внедрю в дизайн, возможно, не внедрю. И, скорее всего, здесь она у меня сделана в серебряном цвете, я ее буду делать в золотом цвете. Ну, перекрасить это дело быстрое, вы сами понимаете. Поэтому вот такой момент. Вот это мы все собрали, это все сделали. И теперь начинаем создавать документ, в котором, соответственно, у нас будет дизайн. Можно, как бы, этот документ создать помельче, потом прорисовывать, но в данном случае у нас есть достаточно четкие требования, которые мне рассказали и предоставили, я на них буду опираться. Нам нужен готовый цифровой макет, который в дальнейшем нужно будет подготовить для печати. Поэтому сразу я буду делать дизайн на размере 90 на 90 сантиметров. Это будет размер платка. Смотрите, формат TIFF или IPS. У меня будет работа в Adobe Illustrator, значит, я буду работать в IPS. Цветовой профиль я буду работать в RGB. Разрешение 150 DPI. Припуск на подшив машинный 5 мм, ручной 15 мм. Это очень важно, если у вас рисунок будет выходить за край, то вот это вот добавить. В Illustrator есть автоматические припуски, которые можно добавлять. Это все настраивается. При обработке бахромой. Я буду делать машинный подшив 5 мм. Но поскольку у меня по краю, пока еще в голове запланирован гладкий край, я ничего делать не буду. Я в момент предпечатной подготовки это все осуществлю. И смотрите, все шрифты и слои свести в один слой. Вот такие условия. Значит, что мы делаем? 90 на 90, 150 RGB. Создаем новый документ. Файл, новый. Так, и сразу мы можем оставить в миллиметрах 900 на 900, потому что там это сантиметры, а здесь у нас миллиметры. Соответственно, цвета у нас с вами RGB. И так, и 150 точек. Вот мы как бы запланировали основные параметры, которые у нас будут. Так, у меня количество монтажных областей сразу еще указано. И вот смотрите, в обрез, если вам нужно, вот можно сразу задать, например, по 5 мм. Создаем. И вот то, что я создала, вот этот вот в обрез, это как раз наш с вами вылет под обрезку. Потому что вот здесь, помните, у меня указано, что на подшип машины 5 мм загнется. Вот я потенциально эти 5 мм делаю. Кстати, когда вы работаете, например, с типографией, там с флайерами, визитками, они всегда говорят, какой вылет сделать, потому что оборудование, как правило, обрезает. Вот он у нас получился, 5 мм вот этот вот красный вылет, он стандартный. Я его сразу задала при создании документа. Его можно и потом как бы сделать, но я его создала сразу. Так, давайте тогда, у меня это растровое изображение. Вот, просто кусочки, которые я приблизительно поискала по цвету. Здесь важно понимать, чтобы у вас был настроен хорошо экран по яркости. Кстати, это тоже производители говорят, что не должен быть слишком яркий, не должен быть слишком тусклый. Вы должны достаточно реалистично видеть цвета, для того, чтобы понимать, как все это будет смотреться. Я сейчас создам основу. И вот смотрите, сразу два цветовых варианта, которые можно сделать, то есть зеленый по краю и бордовый по краю. Мне вот этот вариант как-то больше нравится, но потом чисто теоретически, да и реально практически, можно будет сделать это по-другому. Вот большой цвет. Ctrl-C, Ctrl-F. С Shift и Alt зажатыми. Shift дает пропорциональное масштабирование, Alt масштабирование от центра. Я зажимаю. И делаю цвет красный. Красный. То есть это вот такая композиционная основа моего платка. Соответственно, возможно, цвет требует корректировки, и я могу здесь его как-то немножечко поправить, немножечко посмотреть, сделать чуть ярче, чуть темнее. Еще раз, цветовая гамма, это очень индивидуально, очень зависит от того, что вы хотите в конечном счете получить. Я толкаюсь от себя, и я вот люблю такой синий-зеленый цвет и глубокий бордовый. Нужно смотреть именно по сочетанию, что более актуально. Вот здесь потемнее. Дальше я хочу добавить элементы, но мне очень нравится, когда есть вот такие полосочки. И, кстати, вот эти полосочки, они у меня под большим вопросом, потому что их можно будет сделать, например, при помощи цепочки. Но мы их сейчас пометим. Я соберу вот эту композицию обратно, и по цветам уже по всему буду смотреть. Это не значит, что у меня должна быть единая композиция. Ctrl-C, Ctrl-F, и оп, повернем. Вот. Вот такую базу мы сделали. Теперь с ней можно работать. Можно, кстати, вот ее сделать, а потом рядышком сделать несколько вариантов, например, на 90, на 90, а пропорционально уменьшить. Ну, давайте мы пойдем с вами дальше. И я выберу вот этот мой листик. Сюда его помещу. Как видите, достаточно маленькое изображение. И что я хочу сделать? Я хочу отрисовать несколько векторных элементов, из которых затем можно будет создавать кисть, либо символ, либо просто их копировать, для того, чтобы можно было вот так вот, как будто бы оплести. Для того, чтобы как будто бы оплести, соответственно, мне нужны элементы, и что оплетать. Оплетать, скорее всего, мы будем цепочку. Есть у меня такое предположение. Но я сделаю несколько вариантов, и на основе этих нескольких вариантов можно будет выбрать. Сразу, чтобы у меня ничего не потерялось. Сохраню это все свое удовольствие на рабочий стол, платок, эскиз. И буду периодически нажимать Ctrl-S, ну, примерно раз в 10 минут, когда завершу какую-то операцию, чтобы у меня все сохранялось. Вот, смотрите, у меня есть листики. Я их сейчас приближу. Тот слой, на котором они находятся, заблокирую. Выберу новый слой. Возьму инструмент «Перышко». И перышком, соответственно, их нарисую. В иллюстраторе есть огромный-огромный плюс на фоне Coral Draw, то, что мы можем рисовать с вами незамкнутые объекты, которые будут внутри залиты. Но, как я вижу, смотрится это некрасиво. Поэтому сейчас вот я подумаю, как вот эту дырочку внутреннюю обыграть, чтобы она тоже красиво смотрелась. Таким образом, сейчас я нарисую несколько элементов, давайте вот так ярко-красным, чтобы их было видно, которые в дальнейшем у меня будут использоваться в работе. Рисую перышком контуры. Рисую перышком, итак я отрисовала векторные элементы вот они у меня собраны сейчас мы с ними будем работать разблокирую слой на котором у меня моя картинка отодвину ее вниз вот такая векторная веточка у меня получилось если мы ее сейчас из контуров сделаем заливкой то будет она смотреться вот таким образом я сейчас я внимательно посмотрю да вполне себе гармоничная штучка получилось можно ее двигать каждый отдельный элемент это листик до соответственно векторный объект их можно корректировать там тем или иным способом зависимости от того какой результат вы хотите получить до располагать один листик на другим и так далее что а я бы хотела сделать из этого векторного объекта я бы хотела из него сделать кисть притом попробовать из него сделать кисть определенного свойства сейчас давайте мы с вами это попробуем и так вот у меня есть основа я сейчас создам копию этой основы потому что у меня есть идея второго дизайна и посмотрим как это будет лучше смотреться давайте сразу с монтажной областью и чтобы ничего не пропало помните control s я нажала у меня все сохранилось а то такое бывает рисуешь весь такое в процессе а потом хлоп и все пропало очень неприятно это осознавать а вот она моя веточка и вот здесь вот у меня смотрите есть такая вот цепочечка сейчас мы скопируем вот сюда а эта цепочка она выполнена есть отдельный видео урок дам на него ссылочку вы сможете ее отрисовать что я хочу сейчас не сделать я хочу ей цвет поменять целиком она мне цвет не меняет соответственно что мы сейчас сделаем вот она в кистях мы ее вытащим вот так она смотрится разгруппируем вот это все дело уберем а а вот сюда там видите прямоугольничек подложен вот его не надо задевать вон он прямоугольничек соответственно вот это все мы с вами перекрасим автоматически она мне перекрашивать не очень хочет что мы откроем дополнительные параметры вот и цветам присвоим свойства соответственно нам нужно с вами это перекрасить все в желтый оттенок смотрим можно таким способом перекрашивать можно вручную перекрасить можно в общем как вам больше нравится соответственно оттенок тоже подбираете в зависимости от того какой вам больше нравится так серый яркость цвета и в такой вот черно-коричневый так белый цвет тоже сделаем более желтым и вот здесь вот такой нюансик что желательно конечно блики которые вот белые тоже сделать их цветом но достаточно мягким цветом и черненький тоже сейчас подкорректируем поярче вот и уже в целом с этим теперь можно будет работать здесь чуть-чуть корректируя тот или иной оттенок создавая как бы тот или иной окей так теперь вот это все мы берем затаскиваем опять в кисти узорчатая кисть так вот здесь нам нужно обязательно с вами выбрать как будет смотреться у нас уголочек иначе будет некрасиво вот все мы перекрасили с вами золотой оттенок как раз таким зелененьким видите все хорошо можно будет потом поправить если вы поймете что какой-то оттенок вас не устраивает так почему я это сделал что я хотела сделать я хотела вот эти штуки убрать теперь взять что не характерно карандаш тут карандашик я там так часто пользуюсь что все время он у меня теряется вот и сделать такую волнистую линию вот так вот она будет опа на углах закругляться не особо стараюсь ее спрямить и рисую я мышкой для тех у кого там вопросы а нужен ли мне для этого планшет я рисую мышкой сейчас и мы сейчас эту линию здорово будем править это понимаю вот и правой кнопочкой мышкой соединить соединили вот такая больная штукенция у меня получилось как вы видели рисовала я ее совершенно спонтанно у меня стоит у карандаша соответственно в свойствах скругления здесь же в карандаше есть инструмент сглаживания так что можно линии погладить он смотрите видите меняется количество точек на них желательно добиться чтобы точек было поменьше чтобы они были более упругие тогда все это интереснее смотрится и попробуем к этой линии применить цепочку здесь вот надо понять какого размера она нам нужна то есть может быть вот так может быть даже поменьше вот такая цепочка у нас получается на платке и теперь вот этими листиками которые у нас тут есть такие замечательные нужно определиться конечно с цветом и на мой взгляд нужно немножко погасить цвет цепочки как это можно сделать можно этого добиться разными способами один из самых простых способов просто чуть-чуть туда подкинуть непрозрачности цепочка становится более такая как бы вставленная внутрь вот эту штучку мы сейчас с вами окно библиотека образцов градиенты металла здесь должны быть так виньетки виньетки металлы вот можно нам с вами ее покрасить тоже золотым сейчас посмотрим насколько это будет актуально смотреться вот такими лепесточками смотрите это сейчас будет работа более такая с игрой да как как лучше смотрится вот принципе мне нравится но в кисти программа нам ее затащить может не дать а вот дает видите нельзя применить объектную кисть почему потому что она градиентная и здесь можно его разобрать этот объект разобрать заливку сколько нам объектов создать и как это сделать вот она его сейчас разберет и вместо соответственно градиента мы получим объект разобрать думает программа то есть ему надо сейчас время сейчас она его а пересчитает это достаточно трудоемкий процесс для нее либо можно растрировать либо не делать градиентную заливку это собственно одна из причин почему у меня цепочка нарисована при помощи фрагментов так ну что программа додумала разобрать нет не додумала ушла в себя буду завтра называть видите насколько по-другому смотрится то есть вот градиентная заливка вот не градиентная заливка насколько по-разному и восприятие получается того или иного объекта так узор что-то он задумался и не хочет в принципе можно и без кисти попробовать сейчас мы ее сгруппируем она может быть и интереснее будет и попробуем сейчас вот так вот расположить нужно понимать что вот эта часть мы ее тоже будем видеть и вот что мне тут не нравится вот этот зеленый оттеночек вот этот вот мы сейчас откроем дополнительные параметры и в дополнительных параметрах вот этот оттеночек подкорректируем видите весь цвет цепочки немножечко ушел вот вот так а и здесь тоже это все корректируется вот пожалуйста заходите и все это вам становится доступно так это нам нужно расположить на переднем плане то есть как будто бы у нас вокруг цепочки вот смотрите пошло неудобство я постоянно цепляю задний план чтобы этого не делать я создаю новый слой и на него помещаю то есть у меня все объекты будут точно поверх если я не планирую переплетать да вот теперь буду с этим объектом делать всякие штуки интересные зеркальное отражение вот таким образом это если без кисточки работать смотрите что получается то есть я вокруг моей цепочки создаю композицию из листьев то есть у меня таким образом мой платок обрастает элементами давайте расположим эти элементы равномерно по всему платочку вот смотрите я один и тот же элемент раскопировала и разместила равномерно по платку вот как это смотрится как это может быть соответственно при завязывании мы будем активно эти элементы видеть можно посмотреть как они смотрятся в более крупном формате насколько это корректно некорректно можно добавить например тонкую линию соответственно по краешку что тоже будет очень красиво смотреться в данных элементах сейчас они добавятся можно вот это вот цвет убрать вот я добавил это именно на контур и вот посмотрите там у меня добавился по контуру такая красивая линия во она у меня разобралось ага то есть все мои штучки разобрались ну отлично то есть он у меня получился такой вот пестренький программы что она вот такой вот полосатая то есть она взяла градиент и вот таким образом разобрала такой вот один вариант у меня получился тяжело программе очень тяжело я и мучаю нещадно просто а вот давайте мы попробуем из вот этой веточки раз она у нас разобранный градиент все таки программа додумала и сделала обязательно сохраню потому что когда уже становится тяжело программа начинает сходить с ума а нам этого не нужно видите как долго думает файл уже тяжеленный что делать когда у нас такой тяжелый файл вы можете сохранить оригинал и создать например копию туда поместить в растровые картиночки так давайте мы вот к этой штуке сделаем все таки из нее кисть но объектно так не хочет она мне применять все равно хорошо давайте попробуем сделать объектную кисть вот из этого все по программа ушла в клинч таким образом этот эскиз я сейчас сохраняю сохранился он и так программа у меня вылетела ничего она у меня растрировать не стала такой иногда бывает потому что тяжелый файл ну ничего страшного вот у нас один пример дизайна получился давайте сделаем еще один так у нас есть с вами элементы они сохраненные это прекрасно провозьмем простой наш с вами цвет и попробуем его вот сюда соответственно расположить сейчас мы сделаем кисти практически то же самое что я делала до этого но по-другому так мне будет удобней если будет от начала концу да вот так у меня будет рисоваться вы сейчас увидите как это будет смотреться то есть у меня теперь вот есть такая кисточка и если я беру например карандашик здесь будет удобнее это рисовать карандашиком а и говорю что хочу вот такую кисточку и с применением инструмент карандаш а кисть вот такая и вот так вот пожалуйста мне ее сделай она мне должна сейчас вот сразу забивать так как я хочу то есть в эту сторону давайте просто так линии нарисуем чтобы вам было понятно да и потом относительно этих линий которые вот я сейчас рисую у нас сразу расположиться веточки то есть каждая линия станет веточкой это кисть объектная так себя ведет прекрасно очень удобное мероприятие я рисую от начала к концу соответственно здесь начало здесь конец вот я нарисовала а сейчас я их покажу более подробно чтобы хорошо было видно так они именно этом слое да вот такие как волосики тонкие-тонкие ниточки смотрите вот они есть вот их можно посмотреть вот они и теперь мы на них применяем нашу кисть вот она у нас получилась здесь мы можем с вами и и растягивать единственный момент применения такой кисти она у нас объектная да и она деформирует от объекта с которого она создана то есть видите они у меня вытягиваются если здесь это сохраненные объекты то здесь она у меня вот так вот растягивается и деформируется с одной стороны это удобно с другой неудобно но я хочу вам показать этот и другой пример и показать тот момент что не всегда все с первой попытки получается иногда какие-то моменты нужно будет доделывать и это тоже совершенно естественные условия вот так видите здесь можно просто потянуть она вот пойдет за ней это крайне удобно но градиент туда не влезать есть специальные плагины если этим часто занимаетесь то конечно их можно установить вот если вы занимаетесь этим не очень часто то можно вот так вот создать переплетение ну и посмотреть как бы какой вариант у нас нам больше нравится я могу понять что вот этот вариант наверное смотрится более эффектно мы можем с вами выбрать вот эти все штуки как как быть в общем то вот смотрите мы все это выбираем вот так вот так все эти линии сгруппируем чтобы они у нас были виденном месте объект разобрать разобрать что у нас там получилось у нас получилось все в виде объектов вот смотрите вот смотрите каждая кисть это теперь объект и ее залить пожалуйста вот таким градиентиком так стоять что у нас там еще приклеилась ненужная вот и применить туда красивый градиентик красивый градиентик сейчас градиент посмотрим здесь этот яркий цвет убираем и сразу смотрим что получилось вот такая красота как видите другой формы по другому смотрится и можно например вот то что я полосочки ставила здесь можно взять тоже карандашик вкладках видите много и вот так вот пустить цепочку например вот так вот закончим правой кнопочкой мыши соединить и хочу чтобы это была у меня цепочка сейчас мы только настроим размер вот такая штука получилась так не поняла где мы градиент почему-то слетел градиент мы его вернем вот так и здесь тоже уберем кусочек смотрим вот похожий принцип да но смотрится по-другому естественно можно двойным кликом входим в режим изоляции и здесь тоже можно по колдовать над каждым объектом его переместить подвинуть подвинуть перекрасить так как вам нравится двойной клик вот так что у нас там такое вот мне не нравится монтаж на задний план что где там у нас пропало а вот оно где так это убрать это убрать а вот это выделить наши там еще и с вами вот эти штуки которые мы рисовали палочки вот их сейчас мы и выберем иногда бывает так что очень сложно зацепить какой-то объект ну сейчас они выбрались мы их ну что ж такое то выбирается все вместе вот удалила так что еще мы можем с вами почудить я показала что я хочу такой более упрощенный платок да по краю чтобы по краям была какая-то красота можно посмотреть поиграть с цветом с расположением то есть ну вот здесь вот как они расположены да например я могу сказать что я хочу чтобы цепочка была снизу или цепочка была сверху или как-то она там перекрывалась не перекрывалась в принципе когда она снизу она смотрится более эффектно более интересно мы можем сделать например вторую цепочку ну как вот здесь например положить ее вот сюда то есть это уже идет такой дизайн она у меня сейчас наверх скорее всего не перенесется потому что она у меня находится на другом слое так контрол п нет вот сюда пожалуйста контрол п вот то есть еще одну цепочку еще больше обогатить платок еще больше сделать его таким более запутанным можно сделать цепочку поуже да чтобы они отличались друг от друга то есть ну вот мне понравилась эта стилистика я ее показываю в подборках это не обязательно что вы должны рисовать цепочку просто то как я смотрю и ну вот так вот то есть две цепочки которые бьются которые собираются листиками так нужно чтобы листики у меня были на переднем плане и она видите эта цепочка на ней наложен эффект прозрачности что ее немножечко глушит вот теперь листики все возьмем на них применен градиент сейчас мы сделаем поярче вот так и получается вот такая штука она получается более яркая посмотрите здесь более проглушенная гамма а здесь более яркая гамма сразу представляете как он будет складываться как это будет смотреться возможно действительно нужно немножко погасить цветовую гамму чтобы он не был прям таким зверски ярким так чуть-чуть ее пригасить визуально вот то есть платок как бы вглубь встал да если до этого он был жутко яркий то теперь он немножко потух сейчас посмотрим насколько его тушить ну может быть даже 85 будет и нормально он будет поярче но не такой а насыщенный вот а теперь когда мы определились более менее с тем как визуально у нас выглядит композиция платочка да мы можем посмотреть как она будет смотреться по разному с цветом потому что в данном случае а я предположила что сейчас я сохраню будет хорошо так да а можно например поменять местами бордовый и зеленый возможно будет смотреться лучше сейчас посмотрим как вариант программа сохраняется целиком монтажную область с шифтом смещаю зажимаю alt отпускаю мышку а потом кнопочки и сейчас оно все вместе скопируется программе тяжеловасто но ничего она у нас справляется точнее тяжело не программе а тяжело компьютеру то есть это вот я делаю вывод что похоже настает момент когда нам придется его обновлять не очень люблю эти моменты но что поделаешь вот смотрите второй вариант я сделала очень простую вещь вот очень простую вещь я просто поменяла местами два цвета смотрите насколько он по другому начал смотреться и это вот такой момент который я многим рекомендую сделать несколько вариантов и отложить а завтра посмотреть или показать кому-то и обсудить потому что ну вот непонятно да какой будет лучше какой будет хуже как это будет смотреться нужно эти все моменты продумывать и учитывать давайте этот момент тоже доработаем платочки я хочу сделать четыре разных варианта и потом из них уже определиться какой будет лучше для производства если потребуется доработка то я доработаю соответственно какой-то вариант если получу конструктивный комментарий если комментарий типа фи какая гадость я на это не реагирую а если вот вы знаете что если вот здесь у вас оттенок цвета поменяется то будет лучше смотреться то вот такие комментарии да такие комментарии я рассматриваю и мне с ними действительно интересно работать так это вариант когда у нас что-то есть по центру но я не хочу забивать центр я хочу чтобы центр был свободен иногда делают просто типа польки дот это когда так стебелечки точечки такие расположены но я не очень хочу этого делать так так мы сейчас с вами вот так вот оп нет мне нужен другой инструмент мне нужен вот этот инструмент и вот так вот но это проба пера насколько это будет хорошо я просто пробую то есть никто не говорит что это оптимально и давайте еще сейчас одну композицию соберем на основе вот этой сейчас возьму вот эту за основу допущение что у меня создалась ненужная монтажная область да вот эту монтажную область мы возьмем и вот сюда скопируем когда мы говорим с вами про платки то нужно понимать что платки имеют разные функции иногда на платок приятно смотреть визуально просто вот на него как на супер сложный дизайн иногда мы на платок смотрим из разряда а как это будет смотреться в завязанном виде и я вот сейчас именно платок оцениваю с точки зрения того а вот я его завяжу я буду видеть только вот этот уголок да насколько это будет вообще приемлемо то есть вот такая у меня есть основа смотрите и сейчас на нее попробую по-другому расположить все наши штучки могу через кисть их располагать как помните вот здесь вот такая волшебная кисточка и карандашик и мы сейчас с вами попробуем поменьше сделать листочков так и вот так так и вот так так и вот так мы например можем одну сторону заплести а вторую не заплетать таким образом сделав их по-разному по сути получается такое своеобразное плетение вот например только с одной стороны вот этот кусочек доделать и оставить это кстати тоже интересный вариант то есть вы сможете когда завязывать вы сможете завязать более простой стороной мне кажется это тоже как интересный такой ход дизайнерский то есть когда у вас один платочек вы сможете его по-разному повязывать и таким образом добиваться разного эффекта так что не будем отказываться от этого варианта тоже его посмотрим как он будет у нас лучше смотреться объект разобрать и соответственно применим к нему вот такую штуку мне очень нравится как вот этот элемент получился сейчас мы его вот так оп все таки кисть имеет некоторую деформацию относительно той исходной формы которая была смотрится хуже поэтому сейчас я взяла оригинальную форму и с ее помощью сейчас вот сюда размещу то есть помните то что идея да то есть как бы с одной стороны сделать соответственно с другой не делать я восхищаюсь конечно когда вот такие сложные акварельные платки и так далее но они бывают тоже очень разные некоторые платки просто в полосочку или горошек и в зависимости от целей я вообще любитель минимализма и в данном случае очень захотелось сделать золотую цепочку так уж не знаю что у меня так на нее понесло вот и что мы можем сделать мы можем например взять одну штуку разгруппировать ее у меня же тут листочки то отдельные так только надо чтобы она была копией а не куском вот так вот взять скопировать разгруппировать и одну из вот этих штучек мы можем совершенно спокойно как-нибудь вот здесь вот так вот разместить чтобы они были в вольном плавание центральную можно убрать ну вот как будто некоторые листики как осенью чуть-чуть облетели то есть такая вот нестандартная композиция да когда с одной стороны есть листочки с другой нет в принципе в этом есть какой-то очень интересный изюм потому что вам позволят это вот например если вы так на эту планку будете завязывать у вас вот эту планку будет играть и соответственно мне вот этот момент даже как бы могу сказать что очень импонирует можно завязать простенько можно завязать можно сохраняю файл и оставляю его отлежаться плюс отправляю на голосовалку сейчас будем смотреть кому какой платочек понравится и соответственно что мы будем отправлять на печати и делать предпечатанную подготовку сохраняем файл и все теперь будем выбирать что отпечатать покажу вам процесс печати потом отдельно и покажу вам готовые изделия пока пока пока